Как вообще так можно работать? Ну, типа хотел прославить этих мастеров и показать, что на самом деле зачем люди обращаются по объявлениям к тому, кому не знают. Небольшой такой семейный подряд, то есть не вырастает это в большую там, скажем так, бригаду, кучу людей. Это же, в розыщи ты проходил. Это почему не устанавливаешь? Мы тогда заказываем у тебя и установку. Окна не любил делать. Начал делать и окна. Ну, если они пользовались... Вплоть до того, что спланировать весь ремонт, конкретно и под себя. Но когда в это дело вступает сам заказчик и думает, что он сам все придумал... Всем привет! Продолжается наша серия роликов интервью с хорошими мастерами и просто мастерами своего дела. Так, собственно, и называется наш проект. Мастер своего дела. И сегодня у нас Александр Борисович. Это многим известный. Привет! Многим известный человек, тоже снимает видео. Ну и сегодня мы будем разговаривать именно с ним. Вот. Что хочется еще сказать. Мы находимся... Где мы находимся? Мы находимся в Пятигорске. На форуме машины и отделка. в рамках чего? В рамках этого форума находимся. Да, да, в рамках обучения. Ну и классический первый вопрос наш, стандартный. Ну, небольшое, скажем так, начало того, когда... Давай на ты, да, наверное? Ну да, конечно. Да, на ты. Вот. Когда... Все-таки Александр Борисович, наверное, и просто Борисович. Борисович это такая... Вроде бы и на ты, и не оскорбительно. И не оскорбительно, да. Как началось? То есть, вот как ты пришел, получается, к строительству, ремонту, и это, я так понимаю, остался. То есть, вот у нас большая разница в возрасте, но мы занимаемся одним и тем же. Я приходил как бы очень долго. Я очень долго шел, 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 шел. Ну и как бы потом уже зашел прям конкретно в комплексный ремонт. По жизни, с детства, что-то там вырезая ножичком, вплоть до... Ну вот я как сейчас помню, мне, конечно, никто не верит, да? Но я же помню, первый раз поехали с родителями на море, и я себе ножичком вырезал машинку из деревяшки. И с тех пор я полюбил вот там дерево, там всю фигню. И я же не зашел просто так, как бы в отделку, именно как отделочник, совсем в ремонте. Я начал издалека, я начал с деревяшками. В школе был, гитары там делал, электрогитары. Продавал их, да. Потом постепенно, постепенно перешел. Купил маленький станочек, начал делать окна, двери. Заготавливал потом лес, все это покупал. сначала заказывали так вот, приехали, забрали, отдал, и мне было неинтересно. А потом люди уже стали задумываться, типа, если ты делаешь двери, почему ты их не устанавливаешь? Почему не устанавливаешь? Мы тогда заказываем двери установку. Окна не любил делать, начал делать и окна. Ну, если они пользовались, то... Ну, то есть, вначале пришел, и первое, что делал, это с деревом. Вы потихоньку перезасло этот все в комплексе. Попался работать, именно вот пришел... То есть, это лет так с 18, 16, 25, после армии, как это было? Да, это именно после армии. Это где-то... До сих пор у меня этот станок есть, который я покупал. Это приблизительно, наверное, 83 год. Я его купил, и вот первое, что начал делать, это двери и окна. Никто меня не учил, по книжкам почитал, и вот, когда уже их начал устанавливать сам в квартирах, начал пересекаться с людьми, которые там работали, которые делали отделку. И попались мне не просто там какие-нибудь, ну, чудаки, да, а попались нормальные люди, которые делали лепнину, делали там настолько все красиво, я так смотря, как они делают, вот на их приспособочки, там пипеточки, не пипеточки, сосочки-пустышки, надетые на кисточку, вот они там вот это разрисовывают, поналедел, 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 думаю, блин, ну, я что, так не смогу, что ли, тоже вот такое? Начал дома там все, как обычно и бывает, сначала все испытания проходишь у себя дома, естественно, на своем доме, что-то подлепил, что-то подкрасил, дальше посмотрел, посмотрел, люди кладут плитку, опять попадая уже делать, устанавливать окна двери с тем же самым мастером, с которым был на предыдущей квартире, да, немножко перебью, пусть был какой, то есть вот сейчас я так понимаю, ну, насколько я знаю, у вас такой семейный подряд, ты сыном работаешь? Ну, да, работаем сыном. Небольшой такой семейный подряд, то есть не вырастает это в, ну, большую, там, скажем так, бригаду, куча людей, это же, в розыске ты проходил. Это, это прошло уже с годами, мне как бы уже не 18, и даже не 40 лет, ага, когда-то были бригады, работали большими бригадами, ну, как правило, как бывает с бригадами? Ты кого-то научил, они думают, что они уже супермастера, классика жанра, они сразу пытаются либо требовать, чтобы им платили больше денег, либо они хотят от тебя отделиться, не понимая, по сути дела, что они ведь только азы какие-то там увидели, и они думают, что вот, мы уже супермастера, мы на следующий заказ, а как правило соседи заходят, и их начинают им говорить, типа, а не сделаете ли вы и у нас ремонтик? И они немножко подешевле, уходя куда-то, но это путь в никуда, они еще... Не, ну кто-то вырастает так, но по большей части согласен, что это путь в никуда, потом это рассыпается. Если у тебя потом не будет заказов, и тебе дальше некого учиться, ты сам, единицы могут и сами это постичь, прийти постепенно к этому, развиться, подглядев у одного, подглядев у другого, съездив на какие-то курсы, получил какой-то мастер-классы, походя, у нас в городе такое-то там практикуется, в каких-нибудь магазинах, их проводят регулярно, опять-таки, там не затрагивают какие-то нюансы, ну показали и показали, они думают, что все, мы вот такие, вот такие, потом, конечно, приходят назад, просятся, ну какой уже смысл, либо они с тобой, либо они без тебя, они один раз тебя подвели, от тебя ушли, все, тебе уже нет никакого смысла, их по новой-то брать, ну, наверное, да, здесь есть, у меня, допустим, я иногда беру все-таки еще раз, обратно, у меня периодически люди работают, одни и те же, то есть, ну, редко с кем я ссорюсь, то есть, но люди меняются, в любом случае, как ни крути, это есть, то, про что ты рассказал, приходят, чуть-чуть поработают, мы сами, два месяца без работы, рубим, что-ли там есть, классика жанр, вот, еще такой вопросик, следующий, вот, видео, ладно, там, я, пацан, снимаю видео, то есть, вот, как пришел, что решил снимать видеоролики, то есть, ну, сидел дома, смотрел, скажем так, с той стороны экрана, я это называю, и решил сам снимать, ну, я не знал, что такое YouTube, я не знал, что такое, сколько, кстати, по времени уже длится, эпопея, ну, боюсь обмануть, может быть, три года, где-то там, не, ну, не более того, потому, что я, изначально, я вообще же, не, ну, мы же, то, как бы, поколение, да, как включить компьютер, как там, в Windows зайти, там, какие-то программы, там, вот, это, это мы спрашивают, то есть, это вообще было нереально, это вообще как бы нереально, у меня два сына, один учился на программиста, другой просто разбирается в этом деле, потому, что им это в школе давали, они это в институте, там, изучали, поскольку, поскольку, да, потом он еще у друзей, там, поспрашивал, и мне, конечно, проще было, если мне что-то нужно было скачать, либо, диски какие-нибудь, там, под это самое, под записывать, я тупо им говорил, либо одному другому, чтобы они это мне сделали, и у них нету другого варианта, кроме как это мне сделать, ну, они что-же подрастают, и им все реже, к ним можно обратиться за этой помощью, ну, и ладно, в формате видеоблогерства, нельзя кому-то обратиться за помощью, потому, что, ну, потому, что это каждый день, это при себе держать такого человека, то есть, крайне тяжело это, вот, то есть, поэтому, чуть-почуть, потихонечку, да, и вот, когда они меня уже стали потихоньку отказывать, был куплен, ноутбук, я узнал, не, подожди, первый ролик какой был, я просто, ну, не знаю, какой первый ролик был, у меня первый ролик был, про машинку, шлифовальную штурм, ДВС-60-16, то есть, решил снять, вот, смотрел, смотрел на все это, что бы мне было, не поснимать, это, конечно, был не первый ролик, это был второй ролик, но, это был первый, который вышел, потому, потому, что получилось как, смотря, постепенно зайдя на YouTube, и смотря там, что люди вообще снимают, и про что рассказывают, иногда получалось, что рассказывали вообще то, чего не существует на самом деле, и опять-таки, переделывая очередной ремонт, за очередными, так сказать, мастерами, так разозлился, говорю, ну-ка, дай телефон, я сейчас сниму, как тут на самом деле все сделано, и что зачем сделано, двери как не закрываются, плитка вот, на сантиметр утоплена, вот так, вот так, вот так, ну, как вообще так можно работать, ну, типа, хотел прославить этих мастеров, и показать, что на самом деле, зачем люди обращаются по объявлениям к тому, кому не знают, ну, и снял такое достаточно, с первого, прям, с самого первого дубля, такое жесткое видео, поругал их прям конкретно, показал все их косяки, объяснил, что они делали неправильно, многие с этого, что они неправильно делали, потом начал, хотел этот ролик смонтировать, оказалось, что я его снял кверх ногами, пытаясь это все сделать, в редакторе ютюба, это там было невозможно сделать, и я потихоньку это отложил видео, пришли в следующий раз на этот объект, говорю, а знаешь что, давай, наверное, попробуем снять про другому, все в комментариях у Михаила Безяева, в том числе, он уже там Планекс показал на тот момент, машинка у нас была гораздо раньше, чем у него Планекс, по-моему, и я решил снять про свою машинку, типа, ну что ж, мы будем заморачиваться с Планексом, у нас тоже есть такая машина, только гораздо дешевле, и для, совсем для других ремонтов, вот для чего, как бы, начали показывать, что есть и немножко другая сторона, другой ремонт, другой бюджет, другие затраты, на те же всякие там материалы, и на всю фигню, ну такой вот вопрос, допустим, у меня очень много, скажем так, ну мне YouTube помогает в поиске работы, помогает? Мне не помогает, но, вот, но лично мне кажется, что это такое средство удержания клиента, то есть, когда тебя человек абсолютно не знает, он холодный, то есть, такой называемый термин, а когда, получается, уже, ты можешь ему сказать, знаешь, пойди посмотри, вот там вот это, вот это, вот то, и он уже посмотрит, и он к тебе приходит, как-то уже, как к эксперту спрашивает, то есть, ну хотя, ну вот, не знаю, тогда, если YouTube не помогает, хорошо, вопрос не такой, то есть, со своей колокольной, может, тогда, ну просто нравится этим заниматься, ну то есть, есть отдача? Я всегда занимаюсь только тем, что мне нравится, если мне что-то не нравится, я это тупо не делаю, сказать, что, ну тут как бы, можно разное понятие влаживать в слово помогает, не помогает, одни думают, что помогает, это значит, оттуда приходят клиенты, просматривая твои ролики, другие думают, что оттуда приходит реклама, и ты, третий думает, что снимая ролики, ты бешеные бабки получишь на монетизации, ну, мы с тобой знаем, что как бы, это не всегда работает, а особенно не работает, третья, когда вот эта пресловутая монетизация, ну, не об этом, как бы, сейчас речь, буквально мне, ну, может быть, первый раз, там, недели две назад, позвонили и сказали, что мы смотрели ваши ролики, и хотим, чтобы именно вы у нас сделали ремонт, я им пишу, а вы откуда? Мы из Москвы, а я откуда? А вы нам скажите, откуда я из Ставрополя, ну, то есть, как бы, ну, я, нужно очень сильно, чтобы очень сильная была замануха, чтобы я поехал в Москву, то есть, если у меня не будет работы в Ставрополе, естественно, семья не будет голодать, они же все-таки на меня рассчитывают, я поеду в любое место, поработаю, но как место Ютьюба в привлечении клиентов, или, как правильно сказать, в привлечении заказчиков к моим рукам, это, ну, не совсем, как бы, у меня сейчас это такое получается. В больших городах работает, скажем вам. скорее всего, скорее всего, потому что я слышу уже, и мы общаемся же с коллегами, да, то есть, Ютьюб нам помог сделать некое сообщество, то есть, потому что, и это ВКонтакте появилось потом, гораздо позже, то есть, мы вначале все отморозки приходили с работы, руки в шпаклевке, помыли, и чик за комп, посмотреть, ага, что же там такого интересненького, вот, но вот у меня лично так было, шайтер, он там смеется, у него тоже так было, вот, то есть, и мы встречаемся, мы периодически встречаемся, то есть, мы абсолютно из разных городов, то есть, по всей России, не просто городов, а даже, ну, очень-очень далеко, вот, это, большой плюс такой. Мы находимся в Пятигорске, и здесь происходит форум слет мастеров, это здесь такой формат отделкой машины, да, все делают механизированным способом, то есть, люди собрались более те, которые, ну, действительно уже чего-то, скажем так, добились и усовершенствовали, да, то есть, те люди, которые, в принципе, могут приобрести себе подобные, там, ну, грубо говоря, там, Марк 5 или 10, либо же там, какие-то штукатурные станции, то есть, это уже довольно-таки зрелые строители, соответственно, появляется такой некий, ну, симбиоз, что ли, люди делятся мнениями, там, рассказывают друг друга, я узнаю очень много нового из подобных, скажем так, мест, Борисыч, первый раз в гостях, скажем так, на подобное мероприятие, мы как бы встретились, и вот, хотел бы узнать, интересно? Да, конечно же, очень нужное мероприятие, оно интересно, несмотря на то, что, вот сколько бы ты лет этим не занимался, ты все равно можешь на таком мероприятии узнать что-то, вот то, чего не знал никогда, вдобавок, почему это еще полезно, потому что, одновременно, находится на форуме, большое количество мастеров, большое количество техники, и даже, если бы ты просто, ну, просто это тупо, негде пойти попробовать, если бы ты хотел, это даже приобрести, там, или посмотреть, как это вообще делается, глубже в это взглянуть, потому как, сегодня подержал один пистолет в руках, попробовал другим шпателем, и обмениваясь опытом на таких мероприятиях, ты сразу понимаешь, что тебе нужно, не нужно витать в облаках, или там что-то себе придумывать, ты можешь тупо попробовать, и решить, вот это тебе нужно, или не нужно, так как всякие там, Марк 10, там 5, там, всякие ПФТшки, дорого стоит, чтобы это просто взять, попробовать, и решить, что это тебе нужно, или не нужно, поэтому, такие мероприятия, как никогда, необходимы, ведь мы, сколько бы тебе не было лет, ты должен двигаться вперед, потому что, в отделке, очень быстро можно отстать, сейчас же такое время началось, что, это как раньше с компьютерами, их вчера еще не было, а сегодня они уже у всех, кто овладел ими, тот, может на них работать, точно так же с этими машинами, вчера про них, никто еще не знал, и думали, что, да ладно, квартиры можно, не нужно на квартирах, применять, такое огромное количество машин, а в итоге получается, что, люди их купили, работают их тупо, на конкретных, вот, квартиры просто отделывают, не надо там, большие заводы делать, да, ясно, полезно, я полностью соглашусь, что действительно полезно, следующий вопрос, я вот сейчас сидел и думал, да, то есть, есть разного типа мастера, ну, вот, я просто, мне для себя интересно, я, допустим, являюсь все-таки универсалом, соответственно, я гораздо хуже разбираюсь, не то, что разбираюсь, я, может быть, хорошо разбираюсь, но сделать, допустим, малярные работы, или какие-то эксклюзивные, плиточные, я, допустим, ну, не берусь, вот, вот твое, получается, мнение о мастерах универсалом, то есть, кто должен делать квартиры, то есть, разные бригады, или же все-таки один, ну, один человек, или там несколько, но они должны друг за друга отвечать, то есть, зачастую ты приходишь на объекты, говорят, нам электрику уже сделали, то есть, ну, нам нужно только там, поштукатурить, например, а я, допустим, в начале штукатуре, потом делаю электрику, и автоматически уже заказа нет, то есть, вот твое мнение по этому поводу. Послушав всех, я понимаю, что существует на сегодняшний день, как бы, два мнения, либо квартиру может сделать бригада из трех человек, делая все, либо другие же говорят, что совсем нужно делать наоборот, нужно сделать свою работу, уйти, и оставить другим тут делать, быстро-быстро здесь свой объект закончить, заработать, и уйти, деньги зарабатывать в другом месте. С одной стороны, и тут, как бы, правы одни и другие, все разворачивается, до наоборот, когда начинает присутствовать заказчик, в этой еще, в этом клубке, с заказчику проще общаться, с одним человеком, если комплексный ремонт делает один человек, с подсобником, с одним, либо с двумя, и когда он делает весь комплекс сразу, он делает, начинает от электрики, водопроводы, он сделает и плитку, и тогда уже у заказчика может быть понимание, если мастер обладает достаточной своими вот этими умениями, и разбирается практически во всем, если не на 100%, но хотя бы на 95%, он может, вплоть до того, что спланировать весь ремонт, конкретно и под себя, но когда в это дело вступает сам заказчик, и думает, что он сам все придумает, и пригласит посторонние бригады, и будет пытаться их согласовать все их действия, но, как правило, заказчики, они тоже работающие люди, они где-то работают, они делают первую, может быть, квартиру в своей жизни делают, это невозможно им все предусмотреть, поэтому в качестве работ, наверное, будет лучше, если делают бригады, только отвечающие за свою работу, а ведет объект, и ведет объект, конкретно нанятый для этого умный бригадир, умный прораб, вот так его назовем, который может все спланировать, и вот тогда будет все нормально, если же какого-то руководителя отделочных работ на объекте нет, то лучше, конечно, что это будут делать универсалы, которые делают все подряд, и тут не надо ничего скрывать, у универсала всегда будет зарплата, по большому счету, меньше, чем у узкого специалиста, потому что узкий специалист может сделать ее быстрее, и уйдет, все, он сделал, у него поток уже, а тот, кто универсал, он рассчитывает на то, что, ну, сегодня провожусь немножко дольше с одним, но, может быть, потом на обоих нагоню, мягко говоря, и это его держат на этом объекте, но с другой стороны, если заказчиком получаются какие-то трения и непонимания, ты уходишь, заказчик остается все, один на один уже с собой, ему больше не с кем работать, ему нужно дальше уже все самому полностью планировать. То есть, идеальное решение решать для себя понял, должен быть в любом случае человек, который должен координировать мастеров, которые занимаются определенным видом работ, но они должны в любом случае знать, что они пересекаются на разных объектах, ни в коем случае не должно быть на объектах людей посторонних и случайных, так, если есть посторонние случайные бригады, все это затягивается. Ну, это так, просто лирика. Ну да, да, да. Да, это лирика. Кстати, я хотел добавить же, что, как у меня и получалось, я все время пересекался на следующих объектах с одними и теми же людьми, у которых, в конце концов, чему-то я и научился. Подсмотрел одно, подсмотрел другое. Вот постарше меня мастер, он сейчас жив-здоров, да ему бог здоровья, отошел он уже от всех дел, потому что он, может быть, на 10 лет меня постарше, но он мог объяснить, вот если он видел, он не из тех людей, которые бывают, знаешь, он проходит, и если видит, кто-то неправильно делает, ему это абсолютно неинтересно, он не пойдет, не подойдет, потому что он уже устал от этого. Не подправит, не подскажет. У того было совсем иначе. Он всегда подойдет и покажет, и вот настолько доступно покажет, что вот шпателем надо вот так, а вот тут примазать вот так. Еще он показывает само движение руки. Тот, кто понимает, в этом деле, сразу переймет. Ну, по-другому как бы и никак. Никак. Ну, и, наверное, напоследок, вот возьмем обычных ребят, которым там 18-20 лет, идут они, наше дело нелегкое. Такое, какое-то напутствие, или пожелание, нет, не пожелание, а совет, чтобы ты сам себе хотел сказать в 20 лет. Мы даже не знаем. Ну, вот если человек выбрал, ну, скажем так, он не выбрал, что в 20 лет невозможно выбрать, о чем ты будешь заниматься. Вот, ну, допустим, он планирует идти на стройку. Ну, таких много. Мне очень много людей пишут с подобными вопросами. Вот я поэтому задаю этот вопрос людям, особенно людям, которые прошли уже много, то есть, которые уже, ну, очень давно, скажем так, занимаются, вот, чтобы сам себе и вот сказал. Либо же такому же. Ведь таких много. Ну, я скажу так, вот, нельзя сказать, что я никому это, как бы, раньше не говорил, все-таки я про это задумывался, я это уже говорил, когда-то, иногда, каким-нибудь там, мастерам, или начинающим пацанам, которые только начинают в отделку, я говорю всегда вот так, вы идете, изначально не зарабатывать деньги, вы идете, изначально научиться, научиться, и только потом вы сможете зарабатывать, когда уже все научились. Тупо нужно заниматься любимым делом. Если это не любимое дело, то в отделку идти смысла нету. Перешагивать через себя в надежде на то, что ты потом сможешь этим очень большие деньги зарабатывать, ну, это совсем будет не то. Если хотите большие деньги зарабатывать, идите, бушные сотовые телефоны продавайте. Это гораздо проще, но это может не перерасти в любимое дело. Сегодня ты продаешь бушные сотовые телефоны, завтра ты продаешь джинсы. Тупо, как бы, зарабатывание денег. У меня совсем наоборот. Я занимаюсь этим, потому что я этим, вот, люблю заниматься. Как у меня говорил тренер мой по легкой атлетике, он говорил, что вот он этим будет заниматься, даже если ему за это деньги не будут платить. Вот приблизительно это так же и в отделке должно быть. Ты этим можешь заниматься, это вот если ты понимаешь, что ты без этого не можешь жить, ты этим можешь заниматься. А денежки уже потом придут, когда ты научишься работать. Ну да, если основная цель деньги, то, на принципе, в любом, наверное, деле это практически бесполезно. Ну, кроме как продажи бушных телефонов, хороший пример. Ну да, по-другому никак. Вот так вот. Ясно. Ну, на этом мы, наверное, закругляемся. Всем спасибо. До новых встреч. Всем пока. Пока. Все, туши. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok